Сейчас мы находимся в лесном массиве между деревнями Липки и Ларюшина. В конце июня Одинцовские поисковые отряды нашли здесь фрагменты самолета У-2. О том, как это было и не только, мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В эфире ОТВ программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. А на мои вопросы ответит руководитель поискового отряда «Вымпел» Владимир Николаевич Оленик. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Николаевич, сейчас мы с вами находимся в эпицентре важного исторического события. В 1941 году здесь, вероятно, был воздушный бой. Или не совсем так? Да, мы с вами действительно находимся на историческом месте. Здесь, между деревней Липки и деревней Ларюшина, потерпел, упал наш советский самолет У-2, который мы нашли в этом году 19 июня, спустя почти 20 лет поисков. Как это происходило? Это происходило 3 декабря 1941 года. Три наших советских биплана У-2 бомбили орудийную батарею в районе деревни Липки. Возвращаясь после бомбометания, они снизились над деревней Полицы и начали сбрасывать листовки. И, находившийся в охранении немецкий часовой, скинув карабин, тремя выстрелами смог поразить одну из наших машин. Далее, события нам неизвестны, но мы предполагаем, что раненый летчик уклонился влево. Второй пилот, который находился сзади него, выпрыгнул с парашютом и упал на нейтральной территории. Сейчас он похоронен на опушке леса в Масловском лесу. В могиле написано на памятнике летчику Аркадию. Вы, наверное, знаете это все место, историческое. Что осталось самолетам и пилотам, как мы вам рассказали, было неизвестно до сегодняшнего времени. Однако, спустя долгие годы поисков, мы наткнулись в этом месте с вами на фрагменты самолета. Какой это самолет, было неизвестно. Спустя нескольких экспедиций мы смогли найти коленчатый вал от двигателя, цилиндр от двигателя, детали, в которые смогли нам позволить, что это действительно самолет У-2. Однако, номерных деталей не было, и мы, к сожалению, экспедицией за экспедицией продолжали поиски, для того, чтобы определиться, какой это самолет, какой его заводской номер, для того, чтобы узнать, в какой эскадриле он воевал, состав экипажа, их судьба, которые вернулись с боевого задания. Сейчас я вам покажу, вот в этом месте, значит, в прошлую субботу, 24 июля, значит, в перераскопках был поднят шильдик, на котором четко было обозначено, что это самолет У-2, его заводской номер 149-31. Вот он, ключик к разгадке. Так точно, значит, теперь, значит, включилась архивная группа, которая по архивным сведениям, по донесениям, пытается восстановить ход событий 3 декабря 41-го года, либо опровергнуть эти данные, если самолет действительно был потерян в другое время. Момент истины наступит. Я думаю, что это в скором времени мы сможем точно узнать, это самолет летчика Аркадия или же другой самолет, который, выполняя боевое задание в декабре 41-го года по защите нашей столицы, города Москвы, не вернулся, погиб здесь, на этом месте. 20 лет поисковики пытались найти этот самолет. Вот как вы думаете, почему в этом году удача все-таки улыбнулась? Вы знаете, у поисковиков существует поверье. Значит, земля отдает тогда, когда это возможно. Наверное, сейчас мы переживаем непростой период нашего существования. Вы знаете, в 2020 году началась эта пандемия, сложности с поисковой работой. В этом году они тоже продолжились, но немножко в облегченном варианте. Сейчас поисковикам удалось наконец-то найти то, что не удавалось найти спустя вот эти вот 20 лет, которые они пытались найти. Здесь работали несколько поисковых отрядов. Здесь работал поисковый отряд «Китиш» города Одинцова. Здесь работали поисковики поискового отряда «Вымпел» Власиха. Здесь работал молодежно-патриотический клуб «Азимут». Все они, значит, долгое время, значит, метр за метром, вот, пытались найти фрагменты этого самолета. Однако, вот, благодаря усилиям, вот, все же поискового отряда «Вымпела», вот, такая удача им подвернулась. Они нашли. А как это было? Можете рассказать, вот, сам момент нахождения первых фрагментов самолета? Мы с моим заместителем, подполковником запаса, летчиком-штурманом Саранцевым Сергеем Ивановичем, проходя в этой местности по старой дороге, обратили внимание на немецкий настрел от «Маузера». Вот, следуя по этим гильзам, ну, найденным гильзам, вот, мы нашли несколько фрагментов алюминия, которые явно принадлежали какому-то самолету. Вот, сообщив об этом всем нашим поисковикам, которые заинтересованы из Китежа Азимута, мы организовали совместный выезд 3 июля, и уже совместными усилиями нашли крупногабаритные запчасти от этого самолета, как коленчатый вал двигателя, цилиндры двигателя, педальная группа управления из передней кабины, и многие другие, которые позволили точно идентифицировать, что это самолет У-2. Первоначально, 19 июня, мы еще не были уверены, что это самолет У-2, потому что у нас не было знаковых деталей, которые могли бы позволить, что так оно и было. Ну, в последующем, совместными усилиями мы к этому пришли. Символично получилось, что летчик оказался причастен к находке самолета, правда же? Ну, вы знаете, летчик-штурман, он всегда детали от самолета определит. Мы пехотинцы, вот, нам ближе, как говорится, гильзы, снаряды, вот, винтовки, ножи. А летчикам детали от самолетов, так что, наверное, и заслуга его большая в этом деле. Можно было пройти мимо этого кусочка алюминия, вот, однако он не прошел мимо. А вообще, откуда у поисковиков появилась информация, что здесь, возможно, потерпел крушение самолет? Поисковики, они не то поисковики, они опреследуют не просто какую-то самую территорию. Они целенаправленно идут к цели, значит, имея какой-то достоверный факт. В данном случае мы имели факт потери нашего самолета У-2 в этой местности. Как и куда он полетел, у нас, можно сказать, он мог полететь на 360 градусов и в какую сторону невероятно. Поэтому 20 лет поиска оказались небезуспешными. Тем более мы видим, что видимых фрагментов на земле не было. Они залегали неглубоко на 10-15 сантиметров. Вот, однако, вот, это смогло нам позволить все же найти эти фрагменты, вот, с помощью металлоискателей. К нам с благодарностью отнеслись местные жители из деревни Липки, из деревни Палицы, которые прибыли также сюда на место раскопок. Они своими глазами увидели, где это происходило, потому что история летчика Аркадия у всех на слуху. Как раз хотела про него вопросы задать. Летчик Аркадий, мы-то знаем, кто это, где находится его могила. Расскажите, пожалуйста, телезрителям поподробнее. Вы знаете, до сих пор судьба летчика Аркадия неизвестна. По потерям, которые мы проверяли, пробивали по базам данных, такого летчика, к сожалению, нет. Значит, его нашли две местные жительницы на нейтральной территории, поскольку, скорее всего, он прыгнул с парашютом с самолета. Высота была низкая, он разбился. Как и кто его назвал летчиком Аркадия, пока история не выяснена. До того момента, пока мы не найдем донесения о невернувшихся экипажа У-2 с боевого задания, именно в этот день, именно в это время. Ну, а я вам могу сказать, что почему мы говорим о 3 декабря 1941 года. Это есть в дневнике немецкого офицера Гехарда Линге. Он воевал на этой территории, погиб под Москвой. Но его дневники найдены были нашими красноармейцами, переданы потом корреспондентам. Корреспонденты их расшифровали, довели до общественности. Эти дневники сейчас есть в открытом доступе в интернете. Вы можете их сами прочитать, как это происходило. Так и наберите в поисковике дневник немецкого офицера Герхарда Линке. Находка самолета У-2 с номером означает ли это, что мы приблизились к разгадке летчика Аркадия, его секрета? Безусловно. Значит, находка маленького шильдика, размеры которого 2,5 см на 1,5 см, на котором написано самолет У-2 и номер 149-31. Говорит о том, что это действительно самолет тип У-2, заводской номер его 149-31. Мы расшифровали по базе данных, по базе данных, этот самолет был выпущен на Ленинградском заводе номер 23 в конце 1938 года, в начале 1939 года. Вот. И поставлен, куда поставлен, пока неизвестно. Об этом еще и история умалчивает. А куда найденные детали самолета теперь отправятся? Кто будет в дальнейшем изучать их историю, ну так скажем? Интересный вопрос. Значит, большинство деталей сегодня нами передано на хранение в администрацию Ершовского сельского округа, в частности, в деревню Оксинина. Они в администрации там будут находиться до их востребования. Значит, там будет с ними проведена определенная работа по их очистке, вот, приведению в надлежащий вид, очистка от песка, накипи, грязи. Вот. Часть у нас на реставрации эти детали запросил парк «Патриот». Значит, они знали из средств массовой информации о том, что найден в нашей местности самолет У-2 и обратились к нам, чтобы часть деталей передали в экспозицию парка «Патриот». Что будет и сделано в ближайшее время. Когда мы сюда с вами шли, вы сказали, что еще возможно в этом лесу есть самолеты. Вот, насколько это точная информация, местные жители говорят? Значит, местные жители деревни Липки утверждают, что здесь падали в 1941 году самолеты. Самолеты – это значит, может, два-три самолета. Значит, нам они представили несколько фрагментов дюраль алюминия, значит, по которым можно предположить, что это дюраль самолетная. Но, однако, агрегатных деталей мы не нашли на сегодняшний день. Сегодня у нас работа была построена следующим образом. Одна группа находится здесь на центральной, как говорится, базе. Вот, мы заканчиваем подъем мелких фрагментов этого самолета. Вторая группа с разведкой убыла у нас в направлении деревни Липки для того, чтобы по месту, которое нам указали местные жители, определить, есть ли там фрагменты второго самолета. Предположительно, самолет Пе-2. Но утверждать так это или нет, мы на сегодняшний день с вами не можем, потому что крупногабаритных деталей или каких-то деталей, которые бы характерны были для Пе-2, кроме этих двух кусков алюминия, мы, к сожалению, не можем. А когда мы можем говорить о том, что поисковые работы здесь завершены? Вы знаете, поисковые работы никогда не заканчиваются. Так и до тех пор, пока окончательно не будет в этом вопросе поставлена точка. Значит, поисковые работы в данной местности будут завершены тогда, когда будет установлен экипаж этого самолета. И на этом месте местные жители захотели видеть знак воинской славы о том, что здесь, в данной местности, в 1941 году потерпел, упал наш советский самолет, экипаж погиб. И отдать дань уважения тем людям, которые защищали нашу Родину. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Продолжение следует...